Всем привет, друзья! Все вы знаете, что произошло вчера в торговом центре Крокус в Москве. Я не буду рассказывать подробности, вы так уже всё знаете. Я хотела бы лишь сказать о том, что последует за этим страшным событием. За этим страшным событием последует тотальный контроль за россиянами, тотальная слежка. Дальнейшее закручивание гаек. Именно сейчас будет внедрена биометрия, которая была уже вот-вот на подходе. Заработают уже вовсю, в полную силу биометрические аппараты в магазинах. И вы теперь даже булку хлеба без биометрии не купите, потому что будет тотальный контроль. Как вам сказал вот этот, по-моему, Владислав Поволодский его зовут, да? Я даже делала целое видео, что до 2,5 тысяч рублей покупки в продуктовых магазинах будут только по биометрии. На первом этапе до 2,5 тысяч рублей. А потом эта сумма будет повышаться. Вот так вам и было сказано. То есть без биометрии вы уже ничего не купите. Я не думаю, что у каждого россиянина столько денег, чтобы пойти и каждый раз набирать покупки на более чем 2,5 тысячи рублей. Заработает биометрия везде. В магазинах, в аптеках, на работах, на транспорте. И даже биометрия будет на входе в ваш собственный подъезд. Вы без биометрии даже не попадете в свою квартиру. Я об этом тоже уже делала видео. Ссылку оставлю внизу. Где я говорила в этом видео, что биометрия будет на домофонах, чтобы зайти в подъезд, в свою квартиру. Эта биометрия будет везде. И даже есть уже вышел соответствующий закон, где, в общем-то, в нем и говорится, что каждый россиянин будет обязан сдать свою биометрию. Это будет дальнейшая слежка и блокировка в интернете. Возможно, это будет блокировка WhatsApp и Telegram. Потому что один из задержанных говорил, что он переписывался с заказчиками в Telegram. Это как бы такой был намек уже дан, что Telegram будет заблокирован. Я думаю, что он будет заблокирован. WhatsApp тоже. Будет блокировка ваших счетов, если возникнет хоть какое-то малейшее подозрение, что вы там являетесь какими-то спонсорами всего вот этого на букву «Т». Вы поняли, про что я говорю, чтобы не произносить эти слова здесь. И это прописано вот в соответствующем законодательстве, который у меня на Telegram-канале вы можете найти. При малейшем подозрении, что у вас со счетами что-то там неладное такое, да, что вы куда-то не туда свои деньги отправляете, это все будет блокироваться. И вы будете без денег абсолютно. Вот сейчас заработают все вот эти безумные законы, про которые я вам рассказывала. И что потом? Что потом может еще случиться? А потом может случиться вот это самое всеобщее. Вставая, страна огромная. Вставая на смертный бой. Это очень вероятно сейчас. Ну и, конечно, сверху все это прикроют. Догадайтесь, чем? Ну вот этим самым модным мероприятием плечевым. Тоже с целью защиты, да, как вы поняли, с целью безопасности вашей. Все это прикроют еще и модным мероприятием, чтобы уже совсем до конца защитить. Так что вот так вот, друзья. А это еще инаугурации не было. Еще впереди инаугурация, которая будет 7 мая. Но я не знаю, насколько она важна. Инаугурация это просто как праздник, да. Вот выбрали россияне, да. Давайте еще отпразднуем, да. Вот типа такого. На самом деле выборы состоялись. Итог вам известен. Он оглашен Центральной избирательной комиссией. Вот так вот, в общем, друзья. Дальнейшее закручивание гаек. И именно сейчас, я думаю, именно сейчас первым делом это пойдет биометрия везде. Везде причем. Даже курьер, который вам будет доставлять ваш заказ онлайн. Вы заказали, например, что-то, да. Он придет к вам вот с этим биометрическим аппаратом. Он маленький и легкий. Вы его уже видели. Многие видели. Он просто такой, как планшет на ножки. Он легкий и переносной. Он даже будет приходить к вам вот с этим планшетом. Я уже вам об этом говорила. Это уже прописано в законодательствах, которые я вам рассказывала раньше. Вот так вот, друзья. Вот прошли выборы. Россияне выбрали. И началось, так сказать. Как обходить биометрию? В магазинах я вам говорила. Найдете мое видео. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok